МУЗЫКАЛЬНАЯ ЗАСТАВКА Армения осудила решение Международного олимпиаза Олимпийского комитета по российским спортсменам и предложила им свою поддержку на Олимпиаде. Национальный Олимпийский комитет Армении и Министерство по делам молодежи и спорта выступили с совместным заявлением в поддержку российских олимпийцев. «Будет справедливо дать возможность спортсменам, не принимавшим запрещенные препараты, выступить под флагом своей страны и в случае их победы исполнить гимн», говорится в документе. Учитывая то обстоятельство, что Олимпийский комитет России в силу решения МОК временно не может обеспечить участие российских спортсменов в Олимпийских играх в Кенчхане, мы готовы содействовать всем организационным работам, направленным на обеспечение их участия в играх», заявили армянские функционеры. Австралийская партия «Зелёных» признала независимость Республики Арцах. Австралийская партия «Зелёных» включила признание Арцаха в программу политической платформы. Партийная позиция включает в себя также призыв к правительству Содружества официально признать независимость Республики Арцах и укрепить отношения Австралии с Нагорным Карабахом и его гражданами. Армяне Австралии поблагодарили партию и кандидатов депутата Жестена Алейка за признание самоопределения народа Арцаха. В Саратове состоялась встреча губернатора области Валерия Радаева и губернатора Георгар-Кунигского Марза Карена Батаяна. Во время встречи губернаторы ознакомились с ходом строительства Армянской апостольской церкви Святой Богородицы и Центра армянской культуры. Эти духовно-культурные центры возводятся силами армянской общины Саратовской области «Крунг», члены которой с первого дня своей деятельности прилагают большие усилия по сохранению и приумножению традиций армянской культуры на Саратовской земле. Одно из последних мероприятий – фестиваль «Древняя, но всегда юная Армения моя», посвященный Дням армянской культуры в России, посетил губернатор Саратовской области. Пятигорский боксер Давид Аванесян одержал победу в Лондоне над боксером из Камеруна. Накануне чемпион мира по боксу уроженец Пятигорска Давид Аванесян выиграл свой 23-й бой. В Великобритании он сразился с камерунским спортсменом Сержем Амбому. Давид отправил соперника в нокдаун дважды – в первом и в седьмом раундах. Завершился бой со счётом 79-72. В Гюмри откроется Российский центр науки и культуры. 20 декабря в Гюмри состоится торжественное открытие филиала Российского центра науки и культуры. Об этом сообщил руководитель пресс-службы центра Леана Азаян. На церемонии открытия будут присутствовать высокопоставленные гости из Министерства ведомств Армении и России. В программе мероприятия – торжественное открытие, пресс-конференция, праздничный концерт и театральное представление. В Краснодаре состоялись соревнования по прыжкам на батуте в честь заслуженного тренера СССР Виталия Фёдоровича Дубко. Эти зрелищные состязания, прошедшие в стенах физкультурно-оздоровительного комплекса «Знаменский», уже можно назвать традиционными. На этот раз соревнования были особенными. Поприветствовать спортсмена вышел сам Виталий Фёдорович Дубко, один из зачинателей этого вида спорта на Кубани. Уже в третий раз в гости кубанским спортсменам приехали их друзья-соперники из Еревана, который является побратимом города Краснодара. От имени депутатского корпуса Городской думы Краснодара и Совета Пашковского армянского культурного центра юных спортсменов поприветствовал депутат думы, председатель совета Владимир Маринян. Хозяева турнира получили 8 медалей, из которых 4 были золотыми. Армения получила туристический Оскар В Москве состоялась церемония вручения премии «Buy and Business Travel» за выдающиеся достижения в сфере делового туризма. По итогам голосования профессионального жюри Армения была признана лучшим зарубежным направлением 2017 года. В этой номинации кроме Армении были представлены Грузия, Италия, Франция и Объединенные Арабские Эмираты. Туристическая программа, заявленная в посольстве Армении в России в апреле 2017 года, более полно представляет туристические возможности Армении, способствует укреплению связи между ключевыми игроками в сфере туризма Армении и России. Более чем за 20 лет награда «Buy and Business Travel» зарекомендовала себя как самый престижный знак отличия – своего рода «Оскар» в сфере туризма. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова